здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня безусловно мы обсудим то что индекс s&p 500 обновил локальный максимум и что ждать после этого ну и поговорим о текущей ситуации на фоне других инструментов а перед началом я напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк ваши вопросы оставляйте в комментариях а ну что ж всех хочу поздравить с тем что s&p вчера так и смог обновить свой рекорд но вопрос если с чем поздравлять потому что если мы посмотрим на исторические данные то не можем предполагать что на рынке все-таки может произойти коррекция но здесь нужно учитывать разные факторы важно отметить то что это восстановление сейчас можно по праву назвать самым быстрым в истории и если посмотреть на график последнего подобного быстрого восстановления которое в 66 году заняло порядка 300 дней до а в данном случае а рынку потребовалось всего лишь 126 то мы с вами понимаем что конечно ситуация на рынке поменялось появились новые меры которые дают возможность рынок насыщать деньгами и собственно возвращать потому что мы с вами фактически видим то что реальная экономика падает спадает ввп растет безработица то есть нет факторов которые принципе давали бы в нормальных условиях да в нормальной ситуации рынку расти но рынок все равно растет потому что есть дополнительные меры которые делают центральные банки для меня поддерживания как раз экономик то есть ну еще раз да то есть главным драйвером роста выступает стимулирующий мир а как в сша которые раздали порядка трех триллионов долларов так и те действия которые делаются в европе важно посмотреть как то подобные ситуации реализовывались в прошлом давайте посмотрим на график snp 500 и меня посмотрим историю примерно с 2018 года для того чтобы сориентироваться обратить внимание на то как это происходило ранее а предыдущий локальный максимум который был а зафиксирован в восемнадцатом году как раз обновление максимум декабря семнадцатого года а затем после того как цена ушла выше там на всего лишь плюс минус два с половиной процента а мы увидели падение на практически 20 процентов от локального максимума затем мы вновь подобрались к этому историческому максимуму это было уже мая девятнадцатого года немного его переписали и ушли в коррекцию затем был еще одна волна роста то есть мы опять обновили локальный максимум опять мы видим коррекцию и вот затем уже началось безоткатное движение которое мы ну фактически вот видели до февраля этого года на самом деле здесь важно отметить то что сейчас рынок пытается двигаться дальше даже точки зрения технической картины мы с вами видим что рынку все сложнее сложнее идти но пока он идет пока остаются при посылке для данного продолжения роста и меня вот как раз мы можем вот эти ситуации которые сейчас рынком как раз и движут можем обсудить то есть понятно что сейчас ключевым фактором являются выбор который был в ноябре мы не раз уже об этом говорили подробно кстати обсудили на подкасте два трейдера ссылка будет в описании вы можете его послушать на любой удобно для вас платформе сейчас скорее всего к выборам рынок будет медленно подрастать может быть там три четыре пять процентов но будет планомерно дойти то есть трамп вряд ли будет давать рынком не опуститься конечно это предположение рынок может уйти и там и в течение там часа и начаться вновь коррекция но пока вот эти факторы они все-таки остаются они влияют на рынок и на рынок продолжает удерживаться как мы с вами можем это использовать на безусловно меня основная задача да с точки зрения трейдинга это искать хорошие входы да именно на продолжение роста поэтому те коррекции которые будут мы с вами сможем использовать как хорошую возможность купить какие-то позиции краткосрочно да и также использовать возможность как закупиться хорошими акциями по хорошей цене пока уже ключевые компании которые двигали том числе и индекс s&p 500 и nasdaq несколько уже подвыдохлись прошли отчеты в принципе все там хорошо но только вот тесла дает жару вполне вероятно что когда теслу добавят в s&p 500 возможно это будет еще одним как раз дополнительным драйвером для роста этого индекса ну а пока мы следим за ситуацией смотрим какие политические отношения происходят в сша кстати пока по опросам сейчас идут независимые опросы да то есть есть различные ну скажем так есть зависимый есть независимый и по ряду источников которые по крайней мере выходят вместе в поисковых запросах идет байден который не а пока по предварительным данным да безусловно предварительным несколько на несколько процентов обгоняет трампа но это еще ничего не значит выбор еще впереди у нас есть еще на это пара месяца поэтому все безусловно может поменяться и меня сейчас пока рынок не верит в то что будет не трамп да понятно что потом мы когда он уже придет в власти он может его довольно таки быстро лишили лишиться но пока ему нужно занять это место и дальше уже не действовать ну а с точки зрения текущей ситуации то есть важно также посмотреть на разрез рынка то есть что мы с вами видим фактически баллом правит snp ну скажем так доллар продолжает снижаться евро доллар вчера уже обновил также локальный максимум то есть мы уже доходили до отметки 1.19.30 и принципе этот рост продолжается следующая цель движение уже на 1.20 но опять же она важно понимать как мы можем эту ситуацию использовать заход на коррекциях опять же здесь а может являться хорошей идеей то есть ну уж точно не сейчас уж точно я для себя как раз вот эту ситуацию сейчас рассматривать не буду те коррекции которые произойдут там в области не 17 не 16 я буду уже пробовать откупать опять же если те данные которые сейчас на рынка на рынок влияет если они сохранятся то в принципе все продолжится в этом же направлении британская валюта вчера также показала довольно таки неплохой рывок мы тоже завершили вот так эту коррекцию которая была я ее не использовал для входа так как были ну не было комфортных точек для меня присоединения с точки зрения на моей ситуации которые я слежу сейчас уже подбираемся к локальным максимум декабря девятнадцатого года то есть следующая цель роста как раз уже в область 1.35 опять же сейчас покупать ну наверное не опасно то есть всегда очень страшно покупать на локальных максимум том числе индекс s&p 500 поэтому ждем коррекцию и эти коррекции будем использовать как возможность входа на продолжение тренда такие возможности всегда появляются но с точки зрения часового таймфрейма да у нас сохраняется здесь то есть завершилась вот эта коррекция которая была в начале августа получили еще один рывок который был 13 августа и отсюда уже пошли дальше в рост а по паре американский доллар канадский доллар здесь сохраняется движение нисходящее следующие цели уже по данному снижению находится в области 1.29 вот область минимальные значения которые мы видели в январе как раз этого года и вот туда мы собственно и идем собственно там следующая цель от которой мы можем нащупать еще одну поддержку видеть например коррекцию пока тренд сохраняется опять же нужно искать способы присоединения в первую очередь поскольку присоединения по тренду здесь я тоже рассматривал вход от данного уровня но не было хорошей точки для присоединения поэтому цена пошла без меня поэтому сейчас просто наблюдаю и собственно жду новой коррекции для того чтобы к этому движению присоединиться по паре американский доллар японская и она тоже ситуация была довольно таки интересной сохраняется только также нисходящий тренд мы говорили о завершении коррекции вот в этой точке она принципе завершилась и все пошло по нашему сценарию на текущий момент это движение сохраняется опять же присоединяться сейчас уже поздновато поэтому тоже ждем новых коррекций для входа по паре австралийский доллар американский доллар вчера мы обновили локальный максимум поэтому здесь сохраняется также сила покупателей все еще преобладает мы видим это принципе и сегодня по текущей торговли поэтому здесь сохраняется тренд ждем опять же коррекции и меня заходим на продолжение то есть тут в принципе сценарий сейчас довольно таки банальный довольно таки понятно и я считаю что он является здесь максимально рабочим максимально эффективным а вот по новозеландцу как раз сделка где мне удалось получить хорошую сделку тут была без первый вход был не сделка сработал по стоп лоссу затем был еще одна волна коррекции который я как раз и использовал для входа об этом тоже писал на своем канале трейдинг вью ссылочка тоже будет в описании поэтому если вы хотите получать апдейты по свежим сделкам которые открываю более быстро например чем в этих видео например если они открываются до того момента когда у нас трансляция то там все эти обновления происходят а у нас как раз произошла смена тренда точнее первой попытки начала роста 17 числа цена последней свечой смогла закрепиться выше максимума в пятнице затем была коррекция которая на которую как раз я и люблю заходить вошел я по отложенному ордеру так как сделка открылась пять утра конечно я не слежу за графиком в это время и сейчас цели роста у меня стоят это движение в область как раз последних максимумов которые здесь были то есть движение в область 0.6690 то есть там у меня стоит тейк-профит поэтому опять же сейчас входить уже поздновато потому что до цели движения осталось уже не такое большое расстояние но вот на таких коррекциях как раз и я для себя я стараюсь такие уровни для входа находить золото ну видимо пока не впечатлилось покупками баффета но тем не менее определенный рост вчера был и в целом сейчас движение восходящее как с точки зрения часового дневного таймфрейма да то есть после той коррекции которая была была довольно таки неплохая распродажа фактически самый быстрый падение то есть за последние там тоже несколько десятков лет и ее золото стали быстро откупать собственно сейчас движение восходящее продолжается тенденции к роста продолжаются и здесь также продолжает и смысл удержать или золото или акции золотодобывающих компаний да об этом мы тоже говорили в нашем подкасте индекс dax вот этот инструмент сейчас мне показался наиболее интересной поэтому сегодня я сделку я вот буквально меньше меньше часа назад открыл сделку по dax у на идея здесь довольно таки простая dax практически идентичны принципе многие индексы ведут себя как на индекс s&p 500 если s&p 500 обновил локальный максимум то а принципе приблизиться к этой цели меня все возможности есть конечно пока я не рассчитываю на обновление локальных максимум но то что мы не перепишем максимум которые были в июле вполне вероятно тем более здесь мы находимся в области поддержки от которой как раз было комфортно зайти и вчера у нас был еще один рывок который пока на текущий момент нас а возвращает с точки зрения часового таймфрейма фазу роста мы видим уровень поддержки ниже которого практически всю неделю dax не опускали но сейчас большой вопрос а сможет ли даст действительно удержаться выше этого уровня вошел я практически по самым минимальным ценам риск в этой сделке тоже довольно таки минимальный примерно 0.6 процента потенциал прибыли который я для себя выбрал который для себя поставил три с половиной процента то есть отношение риск прибыли тоже мне понравилось поэтому продолжаю действовать вот в этом направлении продолжают держать да потому что по s&p 500 конечно входить страшно потому что обновили локальный максимум вот будут коррекции вот на коррекциях буду уже для себя рассматривать но более подробно s&p 500 мы уже с вами я в принципе рассмотрели сейчас в том числе пара продолжает индекс продолжает торговаться по локальным максимум и ждем открытие безусловно америки для того чтобы посмотреть сохранится ли это настроение но пока сейчас видим что последнюю неделю все провалы которые были все коррекции которые были их откупали и я думаю что до ухода там ну пока мере полтора два процента выше исторических максимум это и продолжу делать потом вероятность коррекции будет все выше и выше ну и чем ближе выборы тем выше вероятность коррекции по нефти до завершаем наш обзор нефтью по нефти здесь продолжается пока на текущий момент а также планомерно постепенное восходящее движение и с точки зрения часового таймфрейма у нас мы сейчас смотрим на рост завершилась коррекция которая имела начало на прошлой неделе 17 августа то есть в понедельник мы смогли закрепиться выше минимальной значения пятницы и сейчас а в принципе движемся к целями на 45 90 это посеве на а нефть марки бренд поэтому здесь тоже движение восходящего нас сохраняется а вот такая картина к текущему часу то есть рынки растут рынке очень активные движутся без практически коррекции но в те редкие случаи когда эту коррекцию удается а найти мы стараемся использовать как раз эту возможность для присоединения по тренду поэтому всем желаю хорошего дня всем спасибо за внимание увидимся с вами пятницу и посмотрим как прошли эти торговые дни и что появилось нового всем спасибо за внимание не забудьте поставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях всем спасибо и до свидания